Друзья, я снова всех приветствую. Сегодня будет видео посвященное посылке из России от Антона Югова из Челябинска. Это фирма, которая производит запчасти и все комплектующие для турбореактивных двигателей, для моделизма. Если кому интересно, где я беру подшипники, где я беру все комплектующие, то именно вот в этой фирме. Это, кстати, та самая фирма, которая делала мне балансировочный стенд. Конкретное видео по балансировочному стенду еще выйдет. Ребят, вот пришла вот такая посылочка сегодня от Антона. Большое спасибо ему, Антон. Очень рад. И вот хочу снять сегодня краткий обзор. Мы с Антоном договорились о том, что он мне пришлет. И я буду эти подшипники реализовывать. Так что я просто делаю обзор, показываю вам, как оно есть. И если у вас, у кого-то появится желание или нужда, где заказать подшипники. Так как подшипники 608, их не так легко достать. Потому что они просто так не продаются. И по одиночке, например, 2-4 штуки купить очень сложно. Все фирмы, которые занимаются этим, они продают большими партиями по 1000 штук. Ну вот у Антона есть возможность заказать по несколько штук. Ребят, вы можете написать ему и заказать 2, 4, 6 штук. Это все у него возможно. Вот такая коробка, здесь 140 штук. Пришла сегодня буквально. И я сразу решил снять видео, показать вам. Подшипники, ребята, это 608. Самые распространенные для турбореактивных двигателей, для модельных. Также есть еще 688 серия. Они более мелкие. Это для маленьких турбореактивных двигателей, для таких как Калибри. Калибри серия в основном. И есть еще Д6000. Они используются уже более для больших двигателей. Там уже на 25 килограмм и выше. Там уже идут они уже больше. Это вот средний размер. Такой самый распространенный, который используют практически все производители турбины. Эти подшипники, я не побоюсь этого слова, мы разрабатывали с Антоном вместе. В общем, мы шли. Очень долгий путь проделали, пока мы дошли именно до вот такого результата. Здесь вот лежит у меня, ребят, самый-самый первый вариант подшипника от Антона. Который он делал еще сам. Я хочу вам его показать. В чем разница. В общем, здесь был смысл в том, что шарики загонялись через вот такое вот отверстие. Были сделаны выемки. На обоймах, как на наружной, так и на внутренней. И через них загонялись уже шарики. Вот так вот это все выглядело. Это самый-самый первый вариант подшипника, который Антон делал сам. Я у него купил несколько штук. Они пришли мне. Вроде все понравилось, но появились сложности в балансировке. Потому что подшипники данного типа с такими выемками, потому что внутренняя обойма, она крутится. И ее отбалансировать, она создает дополнительный дисбаланс. Ее не так просто отбалансировать. Потому что во время работы, при расширении данного кольца, бывает, что его чуть-чуть на валу проворачивает. И тогда получается вся балансировка, которая была сделана, она идет на смарку. И пришлось придумывать новую концепцию подшипников. Пришлось отказываться именно от такого способа вставления шариков вовнутрь. И, как я уже сказал, был проделан немаленький путь. Было испорчено немало подшипников. Потому что то зазоры были слишком большие, то подшипники разлетались и так далее. В общем, я сейчас скрою упаковку. Вот эта упаковка. Они идут вот так вот парно. По два штуки. То есть, это один комплект на один турбореактивный двигатель. Одну упаковочку я не пожалею. Скрою здесь вот с краю. И покажу вам, насколько все это хорошо выглядит и как это устроено. Ребят, смотрите. В общем, с одной стороны обоймы абсолютно нетронутые. А с другой стороны обработана только наружная обойма. И уже впрессованы туда шарики. Внутренняя обойма не трогается теперь вообще. И вот так вот это выглядит. Я думаю, слышно, да? Крутятся просто шикарно. Вот такие подшипники. Имеется на них маркировка. И также имеется стрелочка. Ребята, эта стрелочка показывает установкой наружу. То есть, все эти подшипники, они имеют направленность. Они имеют предварительную нагрузку. И этой стрелочкой нужно устанавливать наружу. То есть, одна стрелочка показывает сторону горячей крыльчатки. Другая стрелочка показывает сторону холодной крыльчатки. И все. Я думаю, слышно. Вот такие вот подшипники. Дизайн хороший. Вот так вот легко и непринужденно они крутятся. В общем, качеством подшипников, ребят, я очень доволен. Есть также зазоры тепловые на тепловое расширение. То есть, это не должно быть все настолько плотно. Это для того, чтобы если начнет расширяться шарик, чтобы ему было куда теться. Так должно быть. Вот так вот выглядят подшипники. Красавчики. Друзья, стоят подшипники данные недорого. По отношению ко всем остальным изготовителям, они стоят недорого. Поэтому, если есть у кого интерес, можете смело заказывать. Как видите, Антон все высылает, все доходит. То есть, бояться никому ничего не надо. Потому что были товарищи, которые очень сильно сомневались в том, что посылка дойдет. Или будут какие-то проблемы. Потому что из России и почему-то многие думают, особенно в инстаграме, многие думают, что если из России, то там сплошной обман. Тебя обманят и ничего не пришлют. Вот данное видео сделано именно для тех, кто сомневается в том, что что-то дойдет. Не сомневайтесь, все дойдет, все придет. Также хотел я сказать, что я являюсь дистрибьютором продажи данных подшипников именно здесь, в Европе. Поэтому, если кому-то нужны подшипники в Европе, вы можете обращаться лично ко мне. У меня этих подшипников достаточно. И я смогу выслать вам в любую точку мира, в принципе. Вот такое, ребят, коротенькое видео. Еще раз напоминаю, это не была какая-то платная реклама. Я всего лишь хотел только представить именно продукцию от компании UGOS Jet Technologies. По всем остальным вопросам вы можете обращаться как и ко мне, так и к Антону. Потому что мы с ним очень хорошо общаемся. И если вам что-то нужно, и вы не можете дозвониться до Антона или еще как-то, то можете обращаться ко мне. Вот такое короткое видео, дорогие друзья. Я надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте. Всем пока и до скорых встреч. Ты досмотрел до этого места? У меня для тебя две новости. Во-первых, ты красавчик. Но, во-вторых, я хочу разыграть среди подписчиков, которые смотрят мои видео до конца, вот такой вот шикарный двигатель. Для тех, кто смотрит видео до конца. Если вы досмотрели до этого места, то вы можете стать обладателем данного движка. Это метанольный двигатель с объемом 6,5 кубических сантиметров. От фирмы VEBRA. Made in Germany. Практически новый. Я им не очень много пользовался. Он отлетал у меня всего лишь несколько полетов. И этот самолет я подарил. Ну, а двигатель у меня остался. Лежит без дела. Ну и жалко, если он заржавеет. Поэтому, ребята, кому нужен данный двигатель, я отдам его совершенно бесплатно. Но доставку оплачивает получатель. От вас потребуется быть подписанным на мой канал, поставить лайк под данным видео, поделиться с ним с друзьями и оставить комментарии. Ну, а я уже в следующем видео объявлю победителя. Кто получит данный двигатель. И победителем окажется тот, чей комментарий наберет наибольшее количество лайков. На этом все, ребят. Всем счастливо. И всем пока. Пока.